Дмитрий Побединский Правда именно бомб, которые сбрасываются с самолетов, уже практически не осталось. Ядерные боеприпасы устанавливают на ракеты в виде боеголовок. Сейчас в мире их насчитывается около 15 тысяч, и их суммарная мощность примерно 7,5 тысяч мегатонн тротилового эквивалента. И это очень много. Ну, для сравнения, за всю Вторую мировую войну было взорвано боеприпасов примерно на 6 мегатонн тротилового эквивалента. Что же из себя представляет водородная бомба? Ну, или боеголовка, будем считать это одно и то же. Итак, я представляю краткий гайд по водородной бомбе, в котором я расскажу, почему она такая мощная, что делать, если вы случайно найдете такую в лесу, и, конечно же, попробую показать, как сделать ее своими руками. Для начала разберемся, как из ядер атомов можно выделить энергию для взрыва. Есть два подхода. Для первого нужны тяжелые элементы, уран или плутоний. В них энергия выделяется в цепной реакции, в которой осколки от разрушения ядер достигают других ядер, те от этого тоже разрушаются, осколки от них задевают следующие ядра и так далее, и так далее. В итоге за тысячные доли секунды выделяется нереально много энергии. Во втором подходе, наоборот, используется легкое вещество, водород. Ну, а точнее его изотопы, дейтерий и тритий. В бомбе они сливаются в гелий и выделяется энергия. Это реакция термоядерного синтеза. Поэтому такие водородные бомбы еще называют термоядерными. Откуда же такая мощь? Просто энергия связи в атомных ядрах в сотни тысяч раз больше энергии химических связей. Именно поэтому ядерные заряды в разы мощнее обычной взрывчатки, где происходят химические реакции. Так как же устроена водородная бомба? Ну, конечно же, это не огромный бак с водородом. Да и к тому же в современных бомбах вообще чистого водорода нет. Но есть огромная проблема запустить термоядерную реакцию. Ведь ядра атомов одинакового знака отталкиваются и вообще-то не очень охотно сливаются. Чтобы это произошло, необходимо разогнать их до огромной скорости. Ну, то есть довести температуру вещества до каких-то 100 миллионов градусов Цельсия. Поэтому водородная бомба состоит из двух ступеней. Первая — это маленькая ядерная бомба, энергия которой разогревает вещество до нужной температуры. А вторая — это непосредственно термоядерный заряд, в котором выделяется большая часть энергии. Ну что ж, попробуем ее собрать, но для этого мне нужно переодеться. Ведь в первую очередь техника безопасности. Радиация наших образцов достаточно высокая, но, конечно же, далеко не смертельная. Ведь альфа-излучение урана и плутония не может проникнуть даже сквозь плотную одежду. Однако радиоактивная пыль и другие мелкие частицы могут попасть внутрь организма, и тогда он будет облучаться изнутри, что, конечно же, не очень хорошо. Поэтому костюм химзащиты не помешает. Итак, изготавливаем первую ступень. Берем шар из плутония-239 и со всех сторон обкладываем его обычной химической взрывчаткой. Я советую использовать триамино-тринитробензол. Я уже нарезал его дольками и сейчас буду обкладывать. Итак, приступим. Итак, первая ступень нашей водородной бомбы готова. Переходим ко второй. Берем стержень из урана-235, берем свинцовый контейнер, помещаем стержень в контейнер ровно посередине и засыпаем все это дейтеритом лития-6. Это как раз-таки наше термоядерное горючее, соединение дейтерия и лития. Из него и будет получаться необходимый нам тритий и дейтерий для термоядерной реакции. Поехали! Берем, закрываем все это свинцовой крышкой и наша вторая ступень готова. Итак, осталось соединить первую и вторую ступень вместе. И вы представляете, в водородных бомбах используют полиэтилен. Заворачиваем все это в полиэтилен и помещаем в прочный и красивый корпус из стали или алюминия. Поехали! Итак, наша водородная бомба готова. Игредиенты, которые мы использовали, вы видите на экране. Где их взять, понятия не имею. Но можете поискать в китайских интернет-магазинах, там же ведь все есть. Как же все это будет работать? Все начинается с подрыва обычной взрывчатки. Взрывная волна обжимает плутоний со всех сторон. Он немножечко уменьшается в объеме. И этого достаточно, чтобы запустилась цепная реакция. От него идет мощный импульс рентгеновского излучения, которое поглощает полиэтилен и сразу превращается в плазму. Полученная плазма излучает мягкое рентгеновское излучение, которое обрушивается на оболочку второй ступени бомбы. В итоге свинец просто молниеносно испаряется. Струи испаряющегося металла направлены внутрь, и они настолько мощные, что сжимают термоядерное горючее в тысячи раз. Сжимается и урановый стержень внутри, отчего в нем тоже запускается цепная реакция, и он начинает взрываться. Получается, что дейтерит лития сжимается с обеих сторон, и от этого беспардонного, неумолимого сжатия его температура доходит аж до 300 миллионов градусов Цельсия. Из центрального стержня вылетает поток нейтронов, которые врезаются в литий, превращают его в тритий, который соединяется с уже имеющимся дейтерием, и запускается термоядерная реакция. Все это происходит за тысячные доли секунды. Возникает огромный огненный шар, внутри которого все просто распадается на атомы из-за колоссальной температуры. От него отделяется ударная волна, которая сносит все вокруг в радиусе нескольких километров. Самые мощные бомбы в истории человечества и американский Касл Браво, и советская царь-бомба, мощность которой не произведена до сих пор, были созданы именно по такому принципу. Конечно же, все должно быть подогнано с прецизионной точностью. Так водородную бомбу на коленке не собрать, это просто перевод продукта. И это не самая современная схема. Сейчас существует очень много хитростей, повышающих эффективность бомбы. Но в любом случае это дорогое удовольствие. По разным оценкам, одна термоядерная боеголовка стоит от 2 до 30 миллионов долларов. И это еще без учета доставки, представляете? Так что, если нашли такую в лесу, быстренько продавайте. И о последствиях. Мощность современных термоядерных боеголовок колеблется от 100 до 1000 килотонн тротилового эквивалента. Есть даже сервисы, позволяющие оценить последствия взрыва. Однако, нужно понимать, что опасность представляет не только вспышка и ударная волна, но и радиационное загрязнение. От взрыва первой ступени или оболочки второй ступени ее часто делают из урана для повышения мощности. Радиоактивная пыль, попадая в организм, облучает его изнутри. И последствия могут сказаться как и при вашей жизни, так и через несколько поколений. Но не стоит беспокоиться, сейчас атомная угроза не такая, как раньше. В мире насчитывается почти в пять раз меньше боеголовок, чем в 80-е годы. Оборот радиоактивных элементов находится под жестким контролем. Да и сейчас не каждый знает, что делать, если видишь вспышку. И, наверное, это здорово, это обнадеживает, и это укрепляет уверенность в том, что и дальше атом будет оставаться только мирным. Ну что ж, а на этом не все. Хочу отметить, у нас на канале появилось первое видео, набравшее более миллиона просмотров. Мы этим очень гордимся, и спасибо вам, что вы смотрите и цените то, что мы делаем. Отдельное спасибо хочу сказать подписчику, который предложил тему гайд по водородной бомбе. Спасибо тебе большое. И я призываю вас всех оставлять в комментариях ваши предложения по темам для следующих видео. И не жадничайте, ставьте лайки понравившимся комментариям, чтобы нам легче было определить самые лучшие. И, конечно же, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если еще почему-то не подписались. Всем мир, всем пиз. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok